Бобры против людей. Кто же все-таки виноват в массовой гибели рыбы в Залесовском районе? 20 пострадавших, 1 погибший. В Алтайском районе суд вынес условный срок директора турбазы, на который произошел пожар. Интеллектуальные и кулинарные состязания. Как в городе готовятся к главному конкурсу красоты «Мисс Барнаут»? В крае стартует прививочная кампания от гриппа. Накануне в регион поступило более 300 тысяч доз вакцины «Совигрипп». Первая партия препаратов предназначена для людей старше 18 лет и тех, кто находится в группе риска. А это сотрудники социальной отрасли и сферы образования, медработники, беременные, люди с хроническими заболеваниями и старше 60 лет, часто болеющие у РВИ. Среди противопоказаний для прививки – наличие хронических и острых заболеваний. Между тем, число заболевших коронавирусом в крае и в целом в России продолжает расти. На сегодняшний день ковидные госпитали нашего региона заполнены на 90%, сообщил министр здравоохранения Дмитрий Попов. Только за неделю пациентов прибавилось на 30%. Между тем, в нашем крае масочный режим введен пока для людей старше 65 лет, а вот в соседней республике Алтай – для всего населения. Правда, пока в качестве рекомендации. Введен масочный режим и в Бурятии. Это первый регион, который вернул обязательное ношение масок. Средний размер зарплаты врачей в Алтайском крае превысил 60 тысяч рублей. Об этом сообщил сегодня министр здравоохранения Дмитрий Попов во время прямого эфира Центра управления регионом. По данным министра, зарплата врачей на 1 июля составила 60 тысяч 486 рублей. Средний медицинский персонал зарабатывает почти 38 тысяч. Зарплата младшего персонала – 28,5 тысяч рублей. Как рассказал министр, в течение этого года зарплата врачей и среднего персонала увеличилась на 5%, младшего – на 4%. Дмитрий Попов добавил, размер зарплаты медработников зависит от многих факторов. Например, от уровня медицинской организации, применяемых технологий, квалификации врача, его нагрузки и так далее. Погибшую рыбу на озере Клубничное в Залесовском районе утилизировали, а берега водоема очистили. В этом лично убедилась наша съемочная группа. Она же пыталась до конца разобраться в причинах природной катастрофы. Бобры или люди стоят за обмелением озера и массовой гибелью рыбы. Об этом в материале Дмитрия Дроздова. С такой картиной жители райцентра столкнулись неделю назад. Местное достопримечательность озера Клубничное, искусственно созданное в 60-е годы, обмелело. Это привело к массовой гибели трех тонн рыбы. А это сегодняшний день. Видим, что рыбу вывезли и, как выясняется, закопали на местном скотомогильнике. Потом мы приезжали, уже машина, которая развозит, как его называют, нечистоты. Вот они всю рыбу вывезли, ее закопали. А закопали где? Ну, это где-то там, в стороне совхоза Залесовской. Ну, то есть уже подальше от жилых домов. Да, там где-то у них, когда скотина вздохнет, тоже где-то закапывают. Откачивать воду не пришлось. Ее уже практически не было на месте Большого озера, в котором когда-то, по словам людей, разводили карпов небольшая лужа. Тут вообще-то красиво, да. Мы приходили даже фотографироваться, приходили отдыхать. Но это у нас как отдушина было. Приезжали сюда мы рыбачить, отдыхали. Среди причин осушения озера звучали две главные версии – человеческий фактор и природный бобры. Первое – это якобы следствие сломанной задвижки на плотине. Специалисты считают, что за ее состоянием не следили. И именно по этой причине подобное ЧП случилось в 2020 году. Правда, тогда, по словам очевидцев, рыбы погибло немного. Видите, как получилось? Зеркало воды сохраняло. Здесь, да, небольшой рычаг тек, он пробегал. Ну и все, считали, что это навсегда. Мы не досмотрели. Другая версия у многих вызывает улыбку. Мол, недобры оказались бобры. Уровень воды в озере упал из-за того, что водные грызуны построили плотину, тем самым перекрыв ручей, который питал озеро. Но многие экологи считают эту версию фантастической. Скорее всего, это версия самая невероятная. Бобры, как правило, строят плотины. Но чтобы они разрушили, мне такие факты неизвестны. Наиболее вероятно, это действительно или плохо сделанные, то есть мы просто вышли и строили, ломается все у нас, правильно? Либо действительно, как вы сказали, человеческий фактор в том смысле, что кому-то захотелось этому человеку насолить. С арендатором озера нам переговорить на этот раз не получилось, был в отъезде. Но известно, что он рядом с озером хотел сделать туристическую зону. Специалисты не исключают, что его планом кто-то просто хотел помешать. Пока не ясно, займется ли он вновь разведением рыбы на озере. Но главное, получится ли ее в принципе теперь здесь выращивать. Нельзя начинать на водоеме рыбное хозяйство, не понять, почему произошла гибель. Для этого досконально водоем изучается. В соответствии с изученной информацией определяется технологическая схема выращивания. Либо это будет однолетний, либо двухлетний оборот, либо это будет селение. Но даже если будет выяснена конкретная причина, и озеро вернет себе прежний облик, водоем еще нужно будет включить в реестр водных объектов. Пока он остается бесхозным, на его берегах ничего нельзя строить, объяснили в Федеральном агентстве водных ресурсов России. Подать заявку на включение объектов в список должно региональное профильное ведомство, то есть Министерство природы. И уже после этого специалисты должны изучить озеро, его дно, прибрежные защитные полосы, зону потопления и многие другие критерии. Здесь речь идет только о том, что если есть сведения об государственном водном реестре, значит данный водный объект может быть предоставлен в пользование для тех или иных целей. При этом в Краевом министерстве природных ресурсов нам пояснили, что не в их компетенции подавать заявки и включать озеро в реестр водных объектов. Сотрудники ведомства добавили также, что ждут результатов расследования, которое проводит межведомственная комиссия. Если виновными будут признаны не животные, а люди, последнюю ждет уголовная ответственность. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. 20 пострадавших, один погибших и условный срок. В Алтайском районе директор туркомплекса получил условное наказание за пожар, который произошел на базе «Горное солнце» в 2020 году. Два года назад, в июле, в котельной, расположенной под трехэтажным зданием, произошел пожар. Из-за допущенных нарушений норм пожарной безопасности, посетители базы, спасаясь, были вынуждены прыгать с балкона второго и третьего этажей, либо выходить на улицу из дома по единственной лестнице, при этом получая ожоги. В результате пострадали 20 человек, в том числе двое детей. Одна женщина после падения с третьего этажа скончалась в больнице. Алтайский районный суд приговорил подсудимого, 41-летнего мужчину, к наказанию в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком три года. Приговор суда не вступил в законную силу. Окончание строительства моста ждут, но к сегодняшним условиям уже адаптировались. Речь о водителях и пассажирах трамвайных маршрутов, которые раньше пролегали через путепровод на новом рынке. Что изменилось спустя пару месяцев и как реагируют пассажиры на новую реальность, расскажем в сюжете. Пассажиры многие не знали, особенно иногородние, садились, до сюда доезжали, и как бы нам, как добраться, а почему вы здесь всех высаживаете. Елена вспоминает, что первые дни после строительства первого разворотного кольца вопросов от пассажиров было много, да и недовольных хватало. Собственно, и ей самой, водителю «семерки», пришлось пересесть на первый маршрут и ездить, что называется, кругами. Порядка девяти за день набегает. Но ко всему привыкаешь, и пассажиры в основе своей с этим согласны. Особенно, когда появилось второе разворотное кольцо. А на трамвай на тройке доезжаю до моста, а там пешком иду через мост, до нового рынка дохожу. Ну, я нормально, я не обижаюсь. Удобнее добираться. Теперь тройка появилась. Сначала были опасения, что нужно будет дважды платить, да, то есть первый раз, когда доезжаешь до нового рынка, и когда пересаживаешься, затем. Но власти это урегулировали, да, с помощью карт, что можно пересаживаться, но платить один раз. Поэтому в этом плане очень хорошо. Сейчас привыкли все, и пассажиры, и водители привыкли. Я когда была в отпуске, сама воспользовалась пересадкой с трамвая на трамвай, переходила через мост, вполне удобно. Любовь отмечает, что явно высказывающих свои претензии сейчас не стало. Конечно, вопросы от горожан все еще бывают, но в основном у людей пожилых или гостей города. Там пересесть, тут пересесть, тут выйти, очень неудобно. Ну, говорят, это временно, а мы надеемся на лучшее. Так, конечно, ждем, когда уже сделают быстрее мост, чтобы было проще добираться. Сильно нет возмущений. Ждете окончания строительства или вам уже как бы и все равно? Ну, конечно, хочется вернуться на свой маршрут, хочется обратно, чтобы семерочка была родная. А вот чем пассажиры точно обеспокоены, так это отсутствием во многих трамваев кондукторов. Порой из-за этого возникают очереди. В горэлектротрансе нам пояснили, во время пандемии многие ушли и назад не вернулись. Поэтому и приходится на некоторых маршрутах роль кондукторов выполнять водителем. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. Жители Барнаульского пригорода жалуются на регулярные перебои с электроэнергией. Сельская администрация утверждает, что это плановое временное отключение ресурсовиками, и их нужно отслеживать самостоятельно. Но жители недоумевают, почему их поселок так часто стал оставаться без света и когда решится проблема. Телевизор купила год назад. И что, мне опять 30 тысяч или 40 брать кредит и брать телевизор? Техника сгорает, продукты портятся. Десятки жителей поселка Центральный живут и гадают, когда вновь обесточат поселок. Свет в Барнаульском пригороде выключают несколько раз в неделю. Вот уже второй год подряд, рассказывают люди. Как балуются со светом. Свет без конца мигает и мигает. И техника сгорает. И продукты в холодильнике сутками бывает нет. А сейчас зима начнется. Сейчас у нас газофицировано, во-первых. У нас тогда отопления нет. Ничего нет. Это вообще. Лично я купила генератор, что свет вырубают. Потому что мне свет нужен. Я без света никак не могу. У меня доильный аппарат короу доить. Как накладно пришлось потратиться на это. Ну как, 40 тысяч отдали за генератор. Очень некомфортно, когда выключают. Особенно, когда даже не предупреждают. Магазины в поселке отдельная история. Из-за многочасовых перебоев со светом продавцы вынуждены выкидывать продукты. Все начинает таять. То есть мы элементарно, мы даже весы не успеваем зарядить. Весы разряжаются. Как бы все это. Упытки, убытки. Люди рассказывают, что практически ежедневно звонят в Лебяжинскую администрацию. Но там ничего конкретного и внятного не объясняют. Да и не всегда отвечают, возмущаются жители. Нам же пояснили следующее. В субботу это из-за грозы было отключение. Так в последнее время отключают информацию по графику, когда свет и где в каких районах на сайте Алтайэнерго. Ну а почему участились в последнее время, а раньше же такого не было? Почему так часто? В чем причина-то? Обслуживание сетей. Что-то меняют, что-то износилось. Каким образом ресурсовики оповещают жителей и оповещают ли в принципе, мы выясняем через официальный запрос в Россети. А между тем коммунальные юристы советуют людям требовать с энергетиков перерасчет. Можно написать претензию, потребовать перерасчета услуги, оказанные с ненадлежащим качеством. Энергоснабжающая организация должна будет произвести такой перерасчет. А что касается законности отключения и их длительности, специалисты советуют обратиться в прокуратуру. Надзорный орган может затребовать документы о состоянии сетей, оценить, насколько они изношены. И обязать заменить, если это необходимо, а в случае неисполнения обратиться в суд. Шик стиля пинап, роскошь зеленых садов и девичья красота – таков микс в этом году конкурса «Мисс Барнаул». Он проходит в краевой столице уже в 15 раз и подготовка к юбилейному состязанию красоты особенная. Наша съемочная группа заглянула в закулисье конкурса и готова раскрыть некоторые его секреты. Прекраснее цветущего сада может быть только цветущая женщина, говорят организаторы конкурса «Мисс Барнаул». Накануне испытаний они устроили для своих девушек модную фотосессию на фоне природы. И стиль выбрали соответствующий – винтажный и пикантный пинап. Потому что этот стиль очень соответствует образу садовницы, образу домохозяйки. Мы поддерживаем этот образ, потому что он женственный, он сексуальный. Это день удовольствия, рассказывают организаторы. Девушки примеряют новые образы, оттачивают модельную походку, позируют на камеру и, как настоящие лесные нимфы, ухаживают за цветами в саду. Сегодня был ранний подъем. Первым делом прическа, потом макияж, а потом мы поехали, все встретились на старом базаре. Там нас ждал сюрприз, видя лимузинов, которые нас сюда и привезли. Но впереди еще основные состязания – кулинарные, спортивные, интеллектуальные конкурсы. Ведь в настоящий «Мисс» все должно быть по-чеховски прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли, добавляют организаторы. Но основное качество современной модели – далеко не милая личика и длинные ноги. Харизма, артистичность, улыбка, искорки в глазах. У нас нет такого направления, что это должна быть высокая, худая модельная девушка. Мы выбираем красивую девушку Барнолу, независимо от роста, даже от веса. Нам надо выбрать самую яркую, самую звездочку. Это, наверное, мечта каждой девушки – с детства быть моделью. Но из-за своего низкого роста никогда не попадала на такие мероприятия. Ну а здесь прошла кастинг сначала онлайн, потом пригласили наяву, все это проходило. Побороться за звание «Мисс Барнаула» может любая, рассказывает директор модельного агентства. Профессиональными моделями становятся целеустремленные и уверенные в себе девушки. А победа в конкурсе гарантирует не просто статус красавицы Барнаула, но и участие в состязаниях высшего уровня. Мисс Россия, мисс Бикини России, королева России и другие. Конкуренток-то много? Много, но меня не пугает конкуренция. Я здесь ради того, чтобы попробовать себя в чем-то новом. Результаты конкурса традиционно подведут на дне Барнаула. 3 сентября на сцене главной площади краевой столицы пройдет финальное дефиле. После чего и объявят имя самой красивой горожанки. Мария Мацаева, Александр Антропов, День с толком. В некоторых школах Барнаула уже приступили к репетициям церемонии поднятия государственного флага. Напомним, с сентября это будет еженедельный ритуал. Но как к нему относятся горожане? Мы спросили у барнаульцев на улицах города. Положительно, очень хорошо отношусь. Но патриотизм, дети должны знать, в какой стране они живут, потому что... Очень важно. Мы никак не относимся, это к нам никакого отношения. Положительно. Почему? Потому что это традиция должна быть. Это прививание молодому поколению любви к своей родине. Хотя бы с этого начать надо. Ну, я считаю, что это лишнее. Не знаю, мое мнение такое, что я бы не хотел этого. Просто для какой цели это все делается? Ребятишки этого не поймут, мне кажется. А взрослым это не надо. Я думаю, что нужно. Нужно понимать, в какой стране ты живешь. Я думаю, даже без политики. Просто культ флага в любой стране есть. Почему-то турки любят свой флаг. И в каждом городе висят огромные. А в России мы как-то его стесняемся. Так что, мне кажется, что да. У меня дети в школу не ходят. Честно, вот он у меня пойдет в первый класс, я считаю, что это глупо. Потому что у меня нет возможности пораньше его водить. Мне кажется, это лишнее. Слишком много, большая нагрузка, начиная с первого класса у детей. Думаю, это каждый будет для себя сам решать. Для каждого, кого-то надо это, кому-то не надо. Дети сейчас такое поколение растет, понимаете. Вот им как бы сильно ничего не надо. Но они хотя бы должны знать, что они живут в этой стране. Что мы должны гордиться этим. Я жду, у меня что-то мурашки. Ну, я не знаю. Мне кажется, что это очень нужно. Растяжка, йога, джампинг под открытым небом. Все больше барнаульцев предпочитают тренировки на улице. Подтверждением тому стали массовые занятия, которые прошли в Изумрудном парке в минувшие выходные. Там масштабно отметили День физкультурника. Попрыгали, повеселились. А что больше всего тебе понравилось сегодня? Дождь. Дождь? Ну, а какие вот виды спортивных занятий тебе приглянулись? Батут. Вот почаще бы такое, было бы здорово. Здоровый образ жизни уже не просто модная тенденция, а повседневный ритуал для многих горожан. И пока еще теплое лето, барнаульцы отдают предпочтение уличным тренировкам. Ведь заниматься растяжкой и джампингом под открытым небом вдвойне приятнее, особенно в обновленном парке. И даже дождь не помеха. Наоборот, хорошо. Мы даже сильнее разогрелись, и у людей прям настроение поднялось. Почти как в Европе. На травке можно йогой позаниматься, добавляют посетители парка. Место располагает, поэтому найти единомышленников проще. Прийти может каждый желающий. Йога, получается, нацелена на упражнения, где нужно дышать хорошо, различные для спины, для здоровья. Это хорошо и полезно. В эти выходные не просто занимались спортом, но и отмечали профессиональный праздник – День физкультурника. Представителей этой профессии мы так и не нашли, а вот с организаторами действа пообщались. Проводим мы это мероприятие впервые, оно приурочено к Дню физкультурника. И основная цель – это популяризация здорового образа жизни и спортивной активности. Программа была разнообразная, и участников немало. Но вот некоторым показалось, что у сегодняшнего уличного фитнеса по-барнаульски исключительно женское лицо, что несправедливо. Хотелось бы больше заточить, конечно, под мужчинное мероприятие, потому что сегодня видно было, как знали, что плюс девушки на девушек и провели. А так все классно. Мне уже просто глубоко за 30, и поэтому я понимаю, что спортом заниматься всегда. Это не просто в школьные годы секции, максимум там в институте позанимался, это надо провести через всю жизнь. В большинстве своем барнаульцы занятиями под открытым небом довольны. Многие хотят, чтобы такую полезную практику внедрили и в других парках города. Но пока тренировки на улице проводят лишь в Изумрудном. Мария Мацаева, Александр Антропов. День с толком. Продолжение следует...